Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 июля и как всегда я свое утро начинаю с видеоролика. Сейчас буду разговаривать на тему, почему помидоры не сладкие, как сделать их сахаристыми и сладкими, и что им не хватает, если они кисловатые и водянистые. Вот я уже неоднократно говорила, что у нас нынче, у меня вот все сошлись факторы, которые влияют на сахаристость томатов, и томаты у меня в этом году сладкие, сахаристые. Почему? Потому что у нас солнце, у нас стоит жара. Единственный недостаток, что пересыхает часто земля, только успевай поливай. Но в открытом грунте уже многие помидоры спеют, и я пробовала, они сладкие, они сахаристые. Всем известно, что в солнечную погоду, что процент сахара, вот эта вот сладость, зависит напрямую от количества солнца, полученного томатом в течение всего сезона. Но не только от этого, она зависит еще и от микроэлементов, которые получили наши томаты, вот в течение своей жизни. Тут я весной сделала, нынче все успела, добавила рыбную муку, это фосфор, подкармливала золой, это калий. Вот именно фосфор, калий, магний и бор у нас обеспечивают сладость. Я всегда вот несколько раз уже говорила, что какие сладкие в этом году томаты, какие вкусные в этом году томаты. Но приходит сообщение, не у всех солнечная погода. Вот Соня сегодня написала, вчера, под видеороликом, что выбрать, крупный томат или сладкий, где я говорила, что если хотите крупный, поливайте больше. Не хватает в такую жару нам влаги. Если хотите сладкий, полив должен быть умеренный. Ну, конечно, не только от полива все зависит. Вот она пишет под этим видео, что выбрать, крупный или сладкий. Нас две недели заливают дожди и даже крупные вот эти сердцевидные томаты, кислые и водянистые. Что делать? Но сейчас я расскажу, как обычно можно добавить процент сахара, сахаристость, вот эту мясистость томатам. Когда мы весной заправляем лунки, я уже показывала, что я заправляла лунки, вот именно вот эти ряды. Клала туда фосфор, это рыбная мука, клала туда калий, это зола. И вот мне на первом этапе этого хватило, потому что фосфор, они начинают потреблять сразу калий, они начинают потреблять больше, когда уже наливаются. И потом я вам показывала подкормку, вот именно на этом ряду я демонстрировала, как я фосфорно-калийными еще удобряла по листу, монофосфат, калия. Все это нужно. Но обычно у нас мы весной начинаем с энтузиазмом, вот эти вот добавления в лунки, подкормки, а потом уже как-то у нас вот это вот задор у некоторых пропадает, и дальше они не считают нужным что-то добавлять. Но прошла половина лета, и все, что мы им весной добавили в лунки, помидоры уже скушали. И они теперь просят добавки, требуют. И вот если особенно погода дождливая, если им не хватает солнца, если у них есть все предпосылки к образованию водянистых кислых плодов, конечно, нужно их подкармливать и добавлять еще фосфор и калий. Я уже говорила, что тут подойдут, сейчас покажу любые, если нет натуральных, пожалуйста, вот фосфорно-калийные удобрения, это очень просто, одна столовая ложка на квадратный метр, но кроме фосфора и калия мы обязательно должны добавлять вот эти вот микроэлементы. Я специально купила, сходила в магазин, вот такой комплексный, богатый микрокомплексный состав. Это все, вот кто не хочет вот такими вот, например, удобрениями пользоваться, экологическое, органическое, живое земледелие. Одна столовая ложка разводите в 10 литрах воды и можно опрыскивать два раза в неделю в период вегетации. Вот здесь именно должен быть, вы должны выбрать, вот у кого, например, хлороз, то с железом. Если у кого просто для сладости продукции, ну вот томатов, обязательно, чтобы был магний и бор. Или берете вот такими микроэлементами, опрыскиваете, или просто есть специальная маг-бор. Если у вас совсем плохая ситуация, идут дожди, мало солнечных дней, обязательно во второй половине лета должны быть фосфорно-калийные удобрения. Это еще раз хочу напомнить вам, потому что мы уже забываем, вот июль, август вроде бы уже плоды сформировались, и казалось бы, ничего томатам нашим уже не нужно. Они уже, смотрите, нарастили такие огромные, шикарные кусты. Все у них хорошо, у них даже уже висят почти все сформировавшиеся плоды. И нам иногда кажется, особенно это начинающих касается, что у них все нормально, им ничего уже не нужно, питание дополнительного им не нужно. Но еще раз повторю, они уже за это время скушали весь фосфор, который мы, возможно, добавляли, а может быть, кто-то не добавлял. Кто не добавлял, нужно обязательно фосфорно-калийные. И они уже скушали калий, который тоже при наливе плодов очень нужен. Вот ответ на этот вопрос будет очень коротким, таким и лаконичным. Если хотите сделать свои плоды более сахаристые, сладкие, особенно это касается тех районов, где сейчас идут дожди, где мало солнца, где все предпосылки к образованию таких кисловатых плодов, обязательно дайте своим томатам еще раз фосфор, калий, и не забудьте про микроэлементы магний и бор, которые тоже зависят, но от которых тоже зависит сладость наших плодов томатов, и тогда, возможно, вы исправите свою ситуацию. Я вот все это уже делала, я показывать сейчас не буду, потому что вы видели, я и борное опрыскивание делала, и монофосфат калия по листу под кормку делала, и весной добавляла залу, и летом добавляла залу, весной добавляла рыбную муку. У меня этого всего в достатке. И у меня солнце, много, жарко. У меня вот нынче все предпосылки для получения сладких, сахаристых плодов. И я когда провожу дегустацию, вы видите, что они такие и есть, у них арбузная мякоть, все. Но если у вас иная ситуация, если вы не добавили весной, если вы не делали подкормку фосфор-калий летом, если у вас идут дожди, срочно меняйте ситуацию, добавляйте в виде подкормок удобрения, добавляйте микроэлементы, и вы еще, возможно, получите сладкие плоды. Все. С вами была Ольга Чернова. Это мы разговаривали на тему, как получить сладкие плоды. Ой, видите, у нас тут уже какие. Скоро будут сладкие плоды. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok